Здравствуйте! Всем, кого давно не видели, всем, с кем видимся часто, присоединяйтесь. Да, я очень надеюсь, что вот этот шум, который на фоне, вы его не слышите. Здесь какая-то машина разъезжает и гудит. Вот, на самом деле, у меня здесь плохой интернет для лайфа, я представления не имею, что здесь у вас, потому что у себя лаги я не вижу. Вот, если сейчас народ потянется, попрошу, чтобы отписались, что да как. Я хочу показать вам две вещи. Во-первых, здесь я в Майами, здесь штат Флорида, здесь Жарево, на солнце, наверное, 50, в тени, наверное, 35, 33-35. Это жарко, поэтому здесь люди на улице не появляются, все передвигаются на машинах с кондиционерами внутри. Вышел из дома, сел на машину, даже 5 минут доехать до магазина. Те, у кого есть машины, они быстренько из прохладного дома запрыгивают в машину прохладную и едут в прохладный магазин. Просто выскакивают из машины в магазин и обратно. Да, здесь на 5 минут даже никого не вытащить. Привет. Вот, я вам... Напишите, напишите, пожалуйста, у кого скорость лагает. Стрим. Вот, я хочу вам показать две вещи. Я люблю, кстати, улицу по этому поводу, что хочу сказать по поводу себя. Я люблю находиться на улице, даже когда жарко. А вот самое приятное время, это вечер. Солнце село. Вот это все, что нагрелось на 50-ти градусной температуре, начинает испарять с асфальта, с земли, с растений. Вся вот эта вот жарь начинает подниматься наружу и охлаждаться одновременно. Поэтому холодно здесь не бывает. Если дует ветерочек, вот при таком паре-жаре вообще кайф. Вот, я хочу вам показать две вещи. Начну я с тропической. Вы когда-нибудь видели, как прорастает кокос? Пожалуйста. Он прорастает вот таким образом. Это жопа. Отсюда вылазит вот такая, не знаю, как это, стручок. А что с ним делать дальше, я не знаю. Мы хотели его посадить здесь на бэк-ярде, выкопать для него ямку. Я на самом деле, мне лень залезть в гугл и погуглить, как его высаживать, как его посадить правильно. Ну вот так, наверное, под землю полностью или что, или оставлять как тыкву, как морковку или что это. Вот, на самом деле у меня таких много. И есть даже вот так вот выросли крючочки маленькие. Здесь у меня все это валяется. Те, кто знает, как посадить кокос, напишите, пожалуйста, мне в директ. Вот. Ну, я так предполагаю, что растут они долго, поэтому результаты мы увидим не скоро, не знаю. Потому что он уже высох. Вторая вещь, которую я хочу показать, это вот такая вот химическая брызгалка. Кстати, по поводу звука мне тоже. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто посмотрит, на хорошее или нет. У меня просто здесь петличечка. Я не знаю, работает она на стримах в инстаграме или нет. Поэтому напишите. А вот такая химическая брызгалка, это единственное, что здесь может спасать вас от комаров, если они вас сжрут. Я попал в категорию людей, когда комары меня сжрут просто круглосуточно, где бы я ни находился. А так как я люблю сидеть на улице и кайфовать, наслаждаться погодой, это меня сжирает просто с ног до головы. Я рассказывал в сторис, что я купил лавандовое масло. За 5 или за 10 долларов, не могу сказать сколько точно, не вспомню. Вот, потому что я в гугле вычитал о том, что лавандовое масло одно из масел, которое спасает от комаров. Знаю, что еще масло чайного дерева помогает. Но от него разбегаются не только комары, но и люди, поэтому я решил начать с лавандового. Лавандовое масло не помогло. Я его наносил и в чистом виде, и в концентрированном, и не разбавлял ни с чем, и разбавлял с другим маслом. И ничего не помогает, они все равно жрут. Но пахнет приятно, но я бы даже сказал, что перебор приятно. Слишком много запаха, если все тело измазать, так как здесь жарево, я ношу здесь все на бретельках, шортики. Никаких штанов я здесь не одевал один раз и пожалел. Вот, потому что слишком жарко. Мне пришлось купить вот такую химию. Здесь все на английском языке. Вот, типа, отпугивает москита. Москитис. Здесь комары называются не комарами, а москитис. Вот. Такие новости. И приходится брызгаться вот этой шнягой. Я не знаю, что, какие на коже от нее последствия. Но она достаточно жесткая. Нужно учитывать то, что там нет ни одного натурального ингредиента. Это все может разъедать кожу, поэтому стремно. А так приходится действительно брызгаться. Здесь, здесь, ноги. Даже здесь немножко на спину. Так уж как духи. Я бы не сказал, что запах прям супер противный, но не очень. Комфорта мало. Хотите прикол покажу? Ой, я забыл, как камеру переключить. Смотрите. Это моя мявка. Я на самом деле не успел показать. Я не успел показать. Там мы собрали зелень, листья. Подметали здесь веранду. Собрали в кучку. И эта сейчас мявка туда села, в эту кучку листьев и насрала. Вот. Я не успел вам показать, поэтому извините. Мы с ней тусуемся в основном, да. Она ко мне приходит, начинает пищать и просит жрать. Приходит ее кормить. У нас там стоит целый такой икеевский лоточек с кошачьим кормом. Прибегают сюда со всей округи четыре кошки. Дружно так понемножку кушают. Друг другу оставляют. Никто не жадничает. Тут на самом деле есть и не хочется. Поэтому даже кошки особо не едят, потому что жара. А еще из-под верандочки вылазит опоссум. Да, я до сих пор, кстати, не могу понять, почему кошки не охотятся на опоссумов. Потому что они очень похожи на обычную крысу. Немножко... Немножко пострашнее. Но как бы и крупнее в размерах. Но как бы крысы в Африке крыс. Потому что хвост у нее реально крысиный. Такой стрёмный. Не знаю, как ее назвать. Красивую или страшную. Что-то в ней такое есть и интересное, и отталкивающее. Но она трусливая. Кошки у нее у нас здесь тоже трусливые. Кроме вот этой мявки. Все остальные вообще не подходят. И не здороваются. Вот, а так как бы все новости на сегодня. Что-то я поздновато, наверное, вышел. Не знаю, сейчас получится, не получится. Может быть, залью это все в YouTube. Но как бы толку никакого. Но это будет хороший пробничек. Поэтому вы собирайте вопросы. Я постараюсь сейчас здесь отремонтировать интернет. Благодаря своим очумелым ручкам. И выйду. В скорость, возможно, прибавится. Будет лучше стрим. И выйду в следующий раз. Там через недельку. И мы с вами поболтаем. Надо будет выйти чуть-чуть пораньше. Поэтому подписывайтесь на мой инстаграм. Синдри Прот. Не знаю, могу я сейчас комментарии дать. Попробую, что ли. Я сейчас напишу в комментариях. А, ну смысла их писать нет. Потому что YouTube это не покажет. Поэтому я закругляюсь. Это был тестник такой небольшой. И дальше будет еще интереснее. Подключайтесь, подписывайтесь. Всем привет.